Субтитры делал DimaTorzok В России вручены премии за духовное возрождение. Как трудно начинать большое, но важное дело. Поговорим с одним из номинантов. В Европу теперь приятнее. Вот и дождались. Шенген для белорусов станет вдвое дешевле, но только к лету. Объясним, почему нужно еще немного терпения. Последний взлет для 176 человек. Почему практически новый самолет Украины потерпел крушение в Иране? Новые подробности о трагедии недели. Волк, он не враг, а друг из свободного племени. Нет, это не история из Маугли, но невероятная тоже. Пятилетняя девочка в Витебске подружилась с диким зверем. Он пропадает в своем гараже и набирает миллионы просмотров в интернете. Белорусский изобретатель создает безумные станки из неожиданных вещей. На это стоит посмотреть. И еще в субботнем выпуске вместе со всем миром изучим насущный вопрос. Так когда же выбрасывать елку? Что ж, пора потихоньку сворачивать выходные и возвращаться в привычный рабочий ритм. Как ни крути, а это всегда стресс. Особенно остро ощущается он в начале года, ведь празднование волей-неволей затягивается. Рождество католическое, Новый год, Рождество православное, Старый Новый год. Нерабочее настроение у нас середина декабря. Настоящий праздничный марафон. Остановиться не так-то просто, кажется, вот бы понедельники взять и отменить. Размах праздника в одной цифре более трех миллионов бутылок шампанского выпили только в столице к Новому году. Рождество этого хватило, чтобы практически до краев заполнить 50-метровый олимпийский бассейн. И фраза «жизнь остановилась» имеет вполне реальную подоплеку. Производительность в новогодние дни снижается во всех сферах, утверждают эксперты. И хотя мелодии, ритмы новогоднего карнавала куда приятнее рабочих ритмов, впереди у нас первая полноценная рабочая неделя. А там и год начнется. Но постарайтесь не впадать в крайности выходные, ведь каждую неделю никто не отменял. И главный вопрос, который касается каждой семьи в стране – пора ли выбрасывать елку? Или будет, как в шутке, маленькой елочке холодной зимой, из дому елочку выбросили только весной? Я вам больше скажу, это надо сделать еще и правильно. Вопрос серьезный, поэтому решаем всем миром. Я сегодня убрала. Честно. Еще долго. До колядок точно будет стоять. После старого нового года, наверное, традиционно. Потому что это все праздники. С Рождества по Крещение, Святые Вечера. До 20-го. Крещение еще справится, потом убирается елка. После щедриков точно уберу. Елочка есть минимум до 14-го, до старого нового года. Возможно, даже и до Крещения. У нас искусственная. Она стоит еще. И когда вы? Ну, где-то после 19-го. Ближе к весне, где-то так. Ну, как ее жалко убирать в то, что она праздничное настроение создает? Ну, где-то до 1 марта. Ну, не знаю. Убирать лень. Ну, если оставить в стороне Мишуру, есть еще одна январская традиция. Награждать лучших. И за дела не столько материальные, сколько духовные. Оценить такой вклад непросто. Его ведь чаще всего не потрогать и не взвесить. Опять же, ни Мишура. Президент по традиции вручил премию за духовное возрождение. Специальные премии деятелям культуры и искусства. В торжественной обстановке звучали не только поздравления. Суверенитет стал темой номер один. Действительно, вклад людей, которых награждает глава государства, в построение суверенного и независимого государства сложно переоценить. Но президент прошелся и по болевым точкам. Александр Лукашенко уверен, Беларуси выпал уникальный шанс жить в собственном доме со своими правилами и упустить его нельзя. И все же обращаться к теме приходится все чаще. Время такое. Любители поспекулировать на белорусско-российских переговорах, а с ценой на нефть партнеры пока так и не разобрались, подливают масло в огонь. Приходится отвечать. Сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева направо. И не дай бог, неточный и неверный шаг, мы потеряем все. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет сдрадить и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет. Но не первый президент, который эту страну строил. Впрочем, не будем забывать о главных героях встречи. Итак, президент вручил пять премий за духовное возрождение. Настоятелю прихода храма святой, а равноапостольной Марии Магдалины. Это, кстати, единственная персональная награда. Белорусскому общественному объединению ветеранов, Белорусской ассоциации многодетных родителей и еще коллективу археологического музея «Берестия» и авторскому трио, создавшему большой исторический атлас белорусам. Десять специальных премий вручены деятелям культуры и искусства. Приятно, что отмеченный наш коллега Борис Герстен, один из авторов документального цикла «Хроника Минского гетто». Люди спорта не остались в стороне. Белорусский спортивный олимп не золото Олимпиады, но, возможно, на него вдохновит. Премия за духовное возрождение удостоен коллектив Ассоциации многодетных родителей. Если еще в конце 90-х коляску с ребенком было сложно увидеть на улице, то сегодня ситуация кардинально поменялась. К тому же более 5% семей в стране носят статус многодетных, в разы больше прежнего. Репродуктивное поведение белорусов имеет свойство меняться, и для этого есть причины. Но как? Прямо сейчас поговорим о цветах жизни, которые доступны каждому. Только вот букеты у всех разные. Я поздравляю вас с наградой. Что значит премия за духовное возрождение для Белорусской Ассоциации многодетных родителей? К этой награде мы очень долго шли. 28 лет. На пике развала Союза мы создавались. Это 92-й год был. Вот. И ситуация в семьях многодетных была просто катастрофическая. В магазины полки пустые, а детей по 15, по 12. Их чем-то надо кормить, их надо одевать. Другой раз прокручиваешь все так в голове, то просто думаешь, как это можно было все вынести в то время. Ведь отношение к многодетным семьям в то время было категорически отрицательное. Очень отрицательное. Объясните, почему? Ну, я, например, понимаю так, что вот, например, 10 детей в семье. Семья неблагополучная, допустим. Такие были, к сожалению, они и сейчас есть. От этого никуда не денешься. И вот выбивают во двор 10 детей, голых, босых, раздетых, грязных, неухоженных. Сразу видно, многодетная семья. Тут же рядом один ребенок в семье, и он тут же вместе с ними бегает. Ну, там один бегает, а тут бегает 10. И сразу что? Бросается в глаза. Что это многодетная семья. Значит, они все такие. Это стереотип такой был. И его было очень трудно изменить, к сожалению. Мы очень долго... Получилось? Тем не менее, сейчас все-таки, знаете, в обществе существует недовольство, связанное в том числе и с ольготами многодетным семьям. Вы можете объяснить это? Ну, вы знаете что? Здесь можно двояко объяснить. И в какой-то степени зависть существует. А с другой стороны, ведь никто никому не запрещает, пожалуйста, имей ты многодетную семью. Попробуй. И будешь пользоваться теми же льготами, как и многодетная любая семья. Так для того, чтобы эти льготы появились, сколько надо было пути пройти? Ведь это все появилось только после 2000-го года. А ведь до 2000-го года практически детей не рожали. Выйдешь на улицу, не было беременной женщины. Детей, маму с коляской это увидеть было. Это что-то из... До того времени, когда только вышел первый указ президента о льготном льготировании жилья для получения многодетных семей. Когда вот этот указ вышел на 40 лет кредит под 1%. И вот тогда немножко пошло движение. В 2006 году было только 2000 многодетных семей в городе, а в республике было 58 всего. 56-58 тысяч. Это вообще был 1% всего лишь от общего количества семей. Ну, сейчас по статистике 5% семей не носит статус многодетных. Ну, где-то 5 немножечко, немножечко больше. Давайте объясним, сколько детей в семье должно быть, чтобы статус многодетных. А вы знаете, хотя бы трое должно быть. Я уже не говорю, у нас есть и 12, у нас есть и 10. А максимальное количество как? 12. 12 детей. Это в Минске. А в республике, я знаю, есть и 15 детей. Давайте тогда расставим все точки над «и». На какие реальные льготы сегодня может рассчитывать семья, допустим, с тремя детьми? Жилье немаловажное. Да, вот самое главное, что это жилье. Это жилье, льготный кредит на 40 лет под 1%, и 75% этого кредита погашает государство. Ну, последние 3-4 года была некоторая... Последние 3-4 года немножечко была задержка, но на совещании у президента был поднят этот вопрос с самой первой о жилье. Поэтому было принято решение за 2 года подогнать тех, кто у нас не получил жилье, кто остался, это где-то около 12 тысяч по республике. Те, кто стоял в очереди. Те, кто стоял в очереди, пока не получили жилье. Поэтому вот их должны обеспечить за эти 2 года. И начиная с 2022 года уже этот указ президента должен войти в силу так, как он был изначально. То есть при постановке семьи многодетной на учет в течение года она должна быть поставлена на... Внесена там на строительство приобретения жилья. Некоторые и вовсе отказываются сознательно от детей, child free, так называемое. Вот это течение я вообще не понимаю. Я вот, ну... Ну, маме пятерых детей сложные. Да, родим и воспитал пятерых детей. И вот слышать такое от молодых, особенно от женщин, даже представить никто не мог, чтобы вот женщина так ненавидела детей. Это для меня это нонсенс просто. Я даже, я не могу даже это комментировать, честно вам скажу. Вот говорят, что там, где двое, там трое и пять, или вообще каково это иметь большую семью? Это очень хорошо. Это вот я вам честно скажу. Это не потому, что вот я тут вот интервью вам даю. Нет, это просто очень хорошо, особенно сейчас, когда дети взрослые. Видишь отдачу всего. Вот я даже, когда об этом говорю, так я думаю... У вас слезы. Да, потому что это действительно очень приятно. И кто их, кто это боится, и кто этого не делает, он очень, он очень много теряет. Не очень празднично, но жаль, конечно, праздники рано или поздно заканчиваются. Главное сохранить хорошее воспоминание. Символично, накануне Старого Нового Года есть такая традиция. Президент встречается с теми, с кем работает бок о бок. Здесь и чиновники топ-уровня, госслужащие, журналисты, люди из мира искусства, науки и спорта. Привычные деловые костюмы в этот вечер они сменили на вечерние туалеты. Дресс-код предполагает. В неформальной обстановке Александр Лукашенко еще раз поздравил всех с зимними праздниками. А так как в зале те, кто в минувшем году был на вершине профессиональных успехов, отдельная благодарность за личные достижения. Ваши авторитеты, высокие результаты являются ярким примером для всего общества. Именно вам, единомышленникам, с твердой государственной позицией, пониманием глобальных процессов развития современного мира, предстоит стать истинными лидерами мнений. Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум, примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям. Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с неким океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем, пусть и не самый большой, может быть и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить. Убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности, главное, не сбавляя скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны. Традиция этого вечера – вручение государственных наград и благодарности президента. За многолетнюю плодотворную работу, профессионализм и высокие результаты, значительный личный вклад отмечены представители разных отраслей. В почетном списке есть и сотрудники телеканала ОНТ. Это субботний выпуск, и мы продолжаем. На этой неделе мир потрясла страшная трагедия. О крушении авиалайнеров Тегеране стала крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации. Самолет рухнул буквально через несколько минут после вылета неподалеку от жилых кварталов. Последним в жизни этот полет стал для 176 человек, большинство которых граждане Канады. А авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. Поэтому сейчас в ходе выяснения причин трагедии один за другим разгораются международные споры. Мы постарались выделить главное. Это последний снимок, опубликованный украинской стюардессой Валерией Евчурок. Совсем молоденькая бортпроводница, которая так любила работу, словно по злому року погибла, выполняя очередной рейс. Она и еще 175 человек, летевших из Тегерана в Киев бортом украинских авиалиний. На этих кадрах вместе, как утверждается, с падением Боинга разбиваются и всякие надежды на то, что в столь ужасной катастрофе мог кто-то выжить. Это не просто внештатная ситуация и даже не жесткая посадка. Машина с людьми на борту разлетелась на мелкие кусочки, словно она из картона. Опытные пилоты уверены, экипаж боролся до последней секунды. Понятно, что экипаж все сделал для того, чтобы по возможности выполнить безопасную посадку. К сожалению, этого не произошло. За шансы экипаж борется до конца, но не зная и не имея никаких сведений первоначальных по самой этой катастрофе, то трудно сказать, загорелся двигатель или был отказ двигателя, или что-то другое было. В 4 часа 42 минуты утра украинский лайнер взлетел из аэропорта Тегерана, набрал почти 2400 метров высоты и исчез с радаров. Но даже после первых подозрений и тревожных сообщений рейс отображался на сервисе Flightradar. Спустя некоторое время воздушное судно, а точнее то, что от него осталось, нашли в 35 километрах от аэропорта. Но даже после этого его все еще ожидали в Борисполе. Я приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту. Всем людям, которым они были дороги. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем. 167 пассажиров. Иран, Канада, Германия, Великобритания, Швеция, Афганистан и 9 членов экипажа из Украины. Погибли все. В посольстве Ирана в Минске открыли книгу соболезнований. Прежде всего, хочу выразить свое соболезнование всем родным и близким погибших в авиакатастрофе. Иран уже начал расследование и пригласил к участию специалистов всех стран, чьи граждане погибли. По международным правилам, расследование должно проводиться в той стране, где произошло крушение. Ни сигналов бедствия, ни попыток экипажа выйти на связь с диспетчером, самолет просто взял и рухнул. И именно этот самолет, Боинг 737-800, который производил регулярные рейсы в Тегеран. Всего три с половиной года в использовании прямиком с завода, да еще и с опытным экипажем, командир которого отлетал 12 тысяч часов. Что могло пойти не так? Канада требует ответов на вопросы, возникающие в связи с крушением Боинга. Правительство Канады не успокоится, пока не получит эти ответы. Я призываю к полномасштабному расследованию трагедии. Техническая неисправность, теракт, столкновение с беспилотником, версии много, и даже ракетный удар не кажется такой уж невероятной. За несколько часов до катастрофы воздушное пространство для гражданской авиации было закрыто над Ираном, Ираком и Персидским заливом. Из-за разгоревшегося конфликта между США и Ираном. Появилось и видео, на котором якобы видно, как ракета попадает прямо в самолет. Существует полная координация между нашими системами ПВО и гражданской авиации. Сотрудники сидят рядом, так что это абсолютно невозможно. Ракета в этот самолет не попадала. Лайнер более полутора минут горел в воздухе, пилоты решили вернуться. Причин, почему не было связи, может быть много. В первую очередь, они должны были спасти самолет. Но сегодняшнее заявление из Ирана словно холодный душ. Иранские военнослужащие заявили, что украинский «Боинг» был непреднамеренно сбит. Пассажирский лайнер летел вблизи зоны военных операций, и военные приняли его за вражеский объект. В результате непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан. Мы подтверждаем, что имела место ужасная человеческая ошибка, которая привела к множеству человеческих жертв. И еще раз выражаем искреннее соболезнование. Ошибка, которая стоила 176 жизней. Расследование, которое могло растянуться на годы, прояснилось спустя три дня. Тем не менее, работа над расшифровкой черных ящиков продолжается. Необходимо выяснить все детали трагедии и привлечь к ответственности виновных. Пока же авиакомпании разных стран, включая Белавиа, приостановили полеты над Ираном. Эту территорию будут облетать, это скажется, на времени перелета, но не на стоимости билетов. Так говорится в заявлениях. Небо будет закрыто на неопределенный срок и на всякий случай. Андрей Александров, Юрий Лбовников. Субботний выпуск. И еще одна катастрофа, от которой сложно оставаться в стороне. Горит Австралия уже четыре месяца. На этой неделе экологи посчитали, что вместе с лесами и заповедниками погибли даже не сотни тысяч. Миллиард животных. На некоторых территориях экосистема уничтожена полностью. Происходящее на юго-востоке некогда зеленого континента очень похоже на апокалипсис. Таким нам его показывают в кино, но эти кадры, к сожалению, из реальной жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выгоревшие 9 миллионов гектаров можно сравнить с территорией целых государств. Например, всей Австрии или двух Бельгий. С огнем борются, тушат земли, воздуха и воды. Привлечены десятки тысяч спасателей. Больше 20 человек погибли. Справедливости ради, ученый поясняет, пожары в Австралии случаются каждый год. На континенте, где нет зимы, это своеобразная защита для флоры и фауны, которая могла гибнуть от постоянной влажности. Но в этом сезоне началась засуха, и огонь вышел из-под контроля. По прогнозам, дождя над Австралией не будет еще несколько месяцев. Ученые говорят, всему вины повышение температуры в мировом океане, глобальное потепление. И пусть нам кажется, что Австралия – это на другой стороне планеты, и где-то очень далеко от нас все же загрязнение окружающей среды – наша большая общая проблема. Изменение климата раздувает огонь, а из-за пожаров Австралия за несколько недель выбросила в атмосферу практически годовой объем парниковых газов. Где же найти выход из этого замкнутого круга? Мир не перестает быть открытым, несмотря на такие трагические происшествия. На этой неделе Беларусь и Евросоюз подписали договор об упрощении визового режима. Главная новость для нас – стоимость шенгенских виз станет вдвое меньше, а сама процедура – получение проще. Хорошая новость для журналистов, студентов и официальных делегаций – многоразовые визы можно будет получить с большим сроком действия. И это же хорошо. Прежде всего, это доказательство того, что у нас в Республике Беларусь и Европейского Союза развиваются действительно добрососедские отношения, что увеличивается степень доверия к Республике Беларусь со стороны Европейского Союза. И это очень показательно сегодня. Конечно, для наших граждан важно, что будет снижение стоимости виз. Но я думаю, что это не самый главный момент. Думаю, основной момент подписания этого соглашения – все-таки это увеличение мобильности наших граждан, доступности перемещения за границу в Европейский Союз. С таким шенгеном белорусский паспорт станет еще привлекательнее. В начале каждого квартала обновляется рейтинг паспортов. Новый появился еще до подписания соглашения с ЕС. И Беларусь в нем демонстрирует стабильность вот уже третий год – 68 место. Без визы мы можем попасть в 75 стран, да и сами мы открыты миру, примем без предварительного разрешения граждан 73 государств. Причем с большинством из этого списка безвизовый режим не взаимный, а для поездки в некоторые страны все же придется выполнить определенные условия. Но вернемся к индексу паспортов. Первое место удерживает Япония – 191 страна не требует виз от японцев, Сингапур на второй строчке, а Южная Корея и Германия делят третье место. Белорусский изобретатель дядя Саша проводит много времени в четырех стенах своего гаража, но его он не променяет ни на что. Гнет металл, пилит, режет, в общем, создает невероятные вещи, а потом сам монтирует видео, практически коллега, и делится со всем миром. Думаете, скучно? А вот и нет. Полмиллиона подписчиков и десятки миллионов просмотров на его ютуб-канале. Отличный повод увидеть все своими глазами. Олег Шапель отправился в гости. Друзья, сегодня будем делать супер-пупер-мега-крутой станок. Легким движением руки старый хлам превращается в новый шлифовальный станок. Но это сегодня. Александр Гецук на крайне Витебска дарит вторую жизнь вещам, которые годами пылятся в чуланах и гаражах. Важно своими руками не просто создать что-то особенное, но чтобы это работало, и любой человек смог повторить. Друзья, всем привет! Вы на канале Мэдмен. И сегодня мы сделаем классный, необычный станок с помощью двигателя от стиральной машины. Не гараж, а цех и телестудия. А как иначе, зарисовки из гаражной жизни витебского инженера-строителя видит весь мир. Вот свежая статистика. 7% аудитории, то есть фактически каждый десятый зритель, – женщины. Латвия, Польша, Узбекистан, Грузия, Индия, Армения, Соединенные Штаты, Болгария, Азербайджан, Италия. Чудесные механические превращения смотрит даже в Индонезии. На его канале видео набрали уже свыше 41 миллиона просмотров. Так что, ломая голову над очередной идеей, он первым делом спросит у аудитории, над чем поработать. Жена бывает просит что-нибудь сделать. Ну, учитывая то, что жена – это один человек, а полмиллиона человек, когда просит, это уже более масштабно. А поэтому приходится делать то, что хотят подписчики. В гараже интернет Кулибину тесно. Планируют переезд. А пока о своей локации просят не рассказывать. Даже сигнализацию поставил. О том, что рядом сосед творит такое, даже владельцы ближайших боксов не знают. А у блогера число подписчиков перевалило за полмиллиона. Ничего не знаю, скажу честно. Первый раз слышу. Оказывается, да, блогер. Ну, пойду туда ближе познакомлюсь. Соседи оказались строителями. Общих тем нашлось много. Обещали подписаться на канал. За 7 лет на нем всего-то 43 видео. За количеством автор не гонится. Были и творческие муки. Вот ремонт бампера. Но по меркам автора сюжет не выстрелил. Всего-то 140 тысяч просмотров. Зато акустика заявила о себе громко. Самый популярный ролик – 4,5 миллиона. Это самое начало ютуб-карьеры. Автор оставался в тени, но позже набрался смелости. Ну что, пришло время сделать по-настоящему крутую штуку. И поэтому я сегодня буду учить делать вас очень мегамощный самбофер своими крюками. Для очередного шедевра и надо-то всего пила, динамик, ДСП и обычная канализационная труба. Этот набор через пару минут он заставит звучать так, что в багажник заходит ходуном. После этого понятно, почему свой канал он назвал «Мэдмен». По-русски – безумец. По замыслу тоже. Хотя в начале карьеры попробовал себя в строительстве. Там в основном все однотипное. То есть однотипные работы. А слесарные работы, вот такая вот работа, она всегда новая. Она интересна, какие-то новые идеи, новые проекты, просто новый какой-то конструктив. И поэтому он и привлекает. То есть каждый день приходишь, тебе что-то новое ждет, и это вот интересно. Мало создать, нужна еще и приличная обертка. Александр освоил видеомонтаж, и теперь каждый новый ролик – это динамичный видеоряд и настоящие чудеса. Что дальше? Новый станок, не делая и тайный блогер. Собрать листоги попросили подписчики. И работа над еще одним каналом. Встречайте, теперь Александр еще и блогмен. Ну а что, хорошего человека должно быть много, даже в виртуальном мире. Заходите, смотрите. В общем, такие вот дела. Всем спасибо, пока. Олег Шапель, Олег Гуринов, субботний выпуск. Новые места – это всегда интересно. Компания «Хуавей» несколько недель проработала на площадке в популярном торговом центре в тестовом режиме. Сегодня запустила второй фирменный магазин. Теперь у меня появилась возможность прийти сюда, посмотреть, чем, как мне стоит пользоваться в 2020 году. Впервые зашел сюда пен и попал в ладу вот того молодого человека Романа. Мне очень понравилось, как он работает. Изумительно просто. Очень нравится. Все сделано комфортно для покупателей. Модели телефонов очень доступны и можно удобно посмотреть их. Открытие с музыкой, тортом, конкурсами, подарками, конечно, лучше один раз увидеть. Протестировать селфи на новом смартфоне «Хуавей Nova 5T» или звучание новых наушников «FreeBuds 3» можно в фирменном магазине над «Денисовской 8» в Корону-Сити. На площади в 100 квадратных метров товар лицом. Бестселлеры и все флагманские модели «Хуавей». Не только смартфоны, но и ноутбуки, планшеты, аксессуары. Нам очень важно, что мы можем порадовать своих клиентов просторным магазином. Здесь вы можете почувствовать безграничные возможности нашей техники и найти лучшие подарки к грядущим праздникам. «Хуавей» — мировой лидер рынка информационно-коммуникационных технологий. Наша приоритетная задача — улучшение пользовательского опыта. Здесь вы можете найти все наши новинки. Стильный смартфон «Хуавей Nova 5T» для молодой продвинутой аудитории. Беспроводные наушники «FreeBuds 3» с одной из лучших систем шумоподавления в классе. А также смарт-часы «Хуавей GT2», которые работают две недели без подзарядки. Мы рады делиться с белорусами инновациями и делать жизнь ярче. Первым покупателям специальное предложение, значительные скидки и подарки. Заканчиваются они быстро, так что если вы давно планировали приобрести современный гаджет, сейчас самое время. Консультанты помогут сделать выборы, приобрести устройство в кредит или в рассрочку. В ответе за тех, кого приручили. История необычной дружбы. Витебске пятилетняя девочка без страха общается с волчицей. На этих кадрах будущему хищнику всего-то пару недель. Волчонок рос в семье человека. Прошлым летом взрослая пара канадских волков отказалась от потомства. Из четырех волчат успели спасти одного. Сотрудники зоопарка забрали его домой и выходили. Назвали Джемма. Сейчас она снова в вольере, а дети приходят навещать друга. Я очень люблю Джемму. Я когда прихожу, она мне радуется. И когда я ее вижу, я ей сама нравлюсь. Волк самый опасный ловкий хищник. Тебе с ним не страшно? Нет. Потому он самый добрый. Я его могу гладить сколько могу. Пока волку всего полгода. И такие встречи продлятся еще от силы пару месяцев. Зверя в семью забрали опытные биологи. Но рано или поздно хищник покажет свой характер. В общем, не пытайтесь повторить этот трюк. Это, конечно, не собака. И какие-либо надежды питать, конечно, не стоит. По поводу того, что она останется все время такой ручной. Пройдет время, наступит половая зрелость. Где-то после года уже у нее начнет резко меняться характер. И, конечно, будет проблематично с ней общаться и давать детям общаться с ней. Канадские волки вырастают даже больше европейских сородичей. И самец то и дело штурмовал клетку, пока шла съемка в соседнем вольере. Не зря говорят, сколько волка не корми. Цитировать поговорки песни можно бесконечно, но лучше всего их слушать. И телеканал ОНТ приглашает всех в столичный дворец спорта. В следующую субботу на гала-концерт «Песни года Беларуси». Это музыкальное событие по-прежнему самое народное шоу. В чем же секрет такой любви? Да просто песня должна быть с душой. Кому достанется награда за верность эстраде, а кто стал открытием года? Вместе с мэтрами, без которых сцена уже не та, споют полюбившиеся хиты и молодые артисты. В этом симбиозе залог успеха. На песнях одних выросло не одно поколение. Песни других мы слышим сегодня в такси и торговых центрах. Разве это не любовь? Жюри, конечно, выберет лучшую песню 2019-го, но вы, уверенно, уже определились со своими пристрастиями. Так, грандиозное музыкальное шоу 18 января на сцене Дворца спорта. А ОНТ чуть позже все покажет. Следите за программой. И это весь субботний выпуск. Прямо сейчас о погоде расскажет Матюгит. А мы прощаемся на неделе. Уже ищем новых героев. Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok